всем привет дорогие друзья интереснейший опыт сегодня утром поделилась подписчица до вчера я записал видео про джиганатху вот кстати там был вопрос относительно того почему написано предсказание вот но непонятно где само предсказание но на самом деле друзья мои духовные знания не такие что там многое нужно читать между строк я просто многие вещи не могу озвучить вот предлагается возможность некоторые вещи догадаться понять их да то есть прочитать между строк как-то так вот поверьте на духовном пути не все нам будет говориться не все по но какие-то подсказки будут даваться но там уж как у нас мудрости хватит это понять это осознать или не хватит даже другой вопрос вот это что касается предсказания джиганатхи вот и подписчица короче она написала сегодня свой опыт интересный я его зачитаю и дам по комментарий вчера посмотрела ваш ролик про джиган джиганатху ночью был осознанный сон и выход из физического тела я смотрела я оказалась у себя в квартире в ванной комнате смотрела на себя в зеркале в ванной и спросила джиганатха ты там но подразумевается что когда человек смотрит на себя в зеркало да он обращается по сути сам к себе это такой довольно немножко угловатый до или примитивный способ посмотреть внутрь самих себя то есть еще недостаточно опыта того каким образом можно смотреть внутрь себя вот и очень часто для того чтобы понять принцип внутри самого себя мы используем зеркало меня подобное видение также были я как-то рассказывал одно из своих видений когда я видел также в состоянии сновидений оказался перед зеркалом но мне тогда было интересно узнать свое свое прошлое воплощение я увидел себя в облике одного из будд прошлого да и у меня на лбу был такая вот символ третьего глаза пробужденный область третьего глаза обожженная кожа такая вот красная было вот это один один из по моему один из девяти признаков будды вот признаки есть еще там на руках на стопах в других частях тела там на затылке есть там или 7 или 9 я не помню сколько до признаков будды и 9 из них большие а 72 малых признаков то есть есть еще малые признаки будды вот и я видел одну своих в одной из своих прошлых воплощений я был в облике одного из будд вот жил при этом в индии здесь по сути та же самая ситуация то есть возможность посмотреть на самого себя то есть это приходит это понимание приходит в процессе занятий по йоге когда мы занимаемся наше сознание постепенно разворачивается внутрь мы входим в так называемое состояние медитации то есть мы погружаемся в состоянии медитации это важный элемент многие этого не понимают и многие вообще даже занимаясь там десятилетиями не понимают о чем идет речь вот здесь подписчица этот эффект начинает работать это хорошо и она посмотрю на себя в зеркало в ванной комнате спросила джаганатха ты там имеется ввиду посмотрел на себя в зеркало да вот и то что произошло дальше зеркало перестала быть зеркалом превратилась в картину с джаганатхой я поздоровалась попросила помочь благословить и послать знаний да еще раз почти про зачитаю я поздоровалась попросила помочь благословить и послать знаний картина была еще несколько секунд и опять стала зеркалом вот стала зеркалом кажется джаганатха ничего для меня так и не сделал ну а прямо что должен прямо сейчас вот все сделать нет самое главное то что было озвучено просьба когда мы видим божеством введение или сновидение это говорит о том что мы получаем благословение даршин и естественно если у нас хватает осознавания попросить о чем-то то это указывает на то что божество божество это как это сказать божество этот вопрос услышала и ну естественным образом там уж джиганатха сам решит когда его исполнить вот поэтому тут не поторопишь и никто не говорит что он прямо сейчас вот все будет делать вы же наверно попросили там что-то глобальное мы же не просим каких-то там пустяков мы сразу просим на всю жизнь она для этого нужно время мы же в этом материальном мире живем в калиюге вот как то так вот интереснейший опыт на самом деле то что зеркало превратилось в изображение в картину джиганатхи это указывает на то что джиганатха он на самом деле дал понять что ты не там ищешь ты джиганатку ищи внутри себя джиганатха внутри до джиганатха еще раз хочу сказать это это проявленная форма кришна аватара были просьбе кришне вот и просили чтобы он остался на земле и на что кришна сказал что я проявлюсь тогда-то тогда-то в божестве которое будет сделано из дерева и тогда легенда есть вот это не то что этом придумываю нет это есть такая легенда связана джиганатха и связь кришной да и во время радхаятры он всегда летом до всегда божеств отвозят на неделю в храм гундича так вот вот этот вот этот переезд божеств на неделю в храм гундича указывает на то символически это является поездкой во вриндаван да то есть джиганатха уезжает каждую каждую неделю на ой каждый год на неделю во вриндаван со своими какими-то духовными играми вот как-то так вот смотрите давайте по деталям еще пройдемся само зеркало это что в отражении нас или в самом зеркале проявился джиганатха это указывает на то что ищи внутри поэтому джиганатху нужно искать внутри он всегда внутри у чистых духовных существ у духовных практиков у духовных мистиков он всегда рядом он всегда внутри также как кришна живет в наших сердцах ну или ширина рая на живет в наших сердцах ширина рая над не живет только в сердцах нечистых существ вот и он не с не обращает внимание на таких не уважающих себя личностей нечистых личностей вот относительно ванной комнаты тоже интересный элемент друзья смотрите как то я тоже тоже этот элемент разбирал сновидения обладают определенной градацией то есть с каждой из наших чакр связан не только первый элемент огонь вода земля ветер и так далее но еще связаны функции которые несут ответственность за те или иные наши состояния ну или элементы нашей человеческой жизни в частности допустим процессы дыхания когда мы дышим да этот процесс связан с деятельностью элемента ветра и эта деятельность связана с анахата чакры если же мы кушаем или занимаемся какой-то интеллектуальной деятельностью процессами обучения то эти процессы связаны с манипурой чакры с пупочным целью центром если мы общаемся если мы испытываем чувства какие-то эмоции связанные с противоположным полом то задействуется наша свадистана чакра процессы связанные с поддержанием физического тела в должном состоянии и возможностью вывести всевозможные токсичные токсичные вещества вот посредством санузла вот эти функции связаны с муладхара чакры с копчиковым центром да но ведь всех этих чакр есть материальная составляющая но и духовная составляющая также имеется и если рассмотреть по местам нашей жизни да то есть допустим если рассмотреть нашу квартиру то туалет связан непосредственно с молотхара чакрой а вот кухня уже там где мы кушаем там где готовится еда там где принимается просад это место связано с манипура чакрой да то есть именно манипура несет ответственность за все те процессы которые происходят на кухне и соответственно кухня у нас именно такая в каком состоянии находится наша манипура чака то есть все что происходит на кухне это является отражением нашего энергетического центра находящегося в пупке вот соответственно допустим зал место где мы отдыхаем где мы где происходят какие-то отношения связанные с чувствами с эмоциями где мы живем воспитываем детей зал спальные комнаты эти места связаны с анахата чакрой вот ну и так далее понимаем да место работы части чаще всего она может быть связано с вишутха чакрой горловым центром но друзья мои при условии если это деятельность связана с службой допустим политическая деятельность служба в армии служба в полиции вот и так далее то есть все что связано с шатрийскими системами если же наша деятельность связана с другой какой-то деятельностью допустим мы занимаемся мы работаем в сфере торговли или работаем где-нибудь на предприятии выполняем какую-то другую работу да то соответственно наша деятельность будет связано с другими уже центрами не будет связано непосредственно с вишутха чакрой. Тут немножко нужно учитывать. Храмы, храмовые постройки связаны исключительно с областью третьего глаза. То есть все храмы, все залы для йоги, все места, где мы занимаемся, все алтарные части наших домов, они все связаны с областью третьего глаза. Когда мы, допустим, смотрим ролики в Айраге, и мы видим божеств на стене, это указывает на то, что в жизни в Айраге действительно проявлены эти божества. Они и проявляются, видите, в моем окружении постоянно. И то, что она находилась в ванной комнате, это указывает, и Джаганатха проявился, во-первых, это указывает на то, где находится доминирующий элемент йога или же йогини. Допустим, в данном случае энергия подписчицы сконцентрирует, ну или пребывает исключительно в Савадистане. Вот это нормально, для женщин это вообще нормально, там сконцентрировано, не сконцентрировано, а собрано, или пребывает энергия, вся жизненная сила женщин. Вот, ну, такова природа. То есть, вся женская сила находится у них в районе матки, в области Савадистана чакры. У женщин Савадистана у всех рабочие. У мужчин их точкой или местом силы является манипура чакра, то есть, третий энергетический центр снизу вверх, пупочный центр. Именно поэтому все мужчины, они живут на уме. Пупок соотносится с, как бы, с нашим интеллектом, с состоянием нашего ума и так далее. Ну, по крайней мере, его примитивные формы. Если ум связан с духовными энергиями, то там проявляется еще и энергия ажна чакры, то есть, третьего глаза. То есть, интеллектуальные, все знания, связанные с традицией индуизма, они являются знаниями, которые несут связь с пупочным центром, но при этом напрямую связаны с третьим глазом. То есть, они, будучи знаниями, все-таки исходят из другого энергетического центра. Вот. Когда джаганатха проявляется в области нашей, по сути, нашей свадистаны, это хороший знак. Во-первых, если джаганатха проявился в ванной комнате, это указывает на то, что наша свадистана довольно чистая. Это является очень-очень хорошим символом того, что мы, что мы, как бы, ну, по крайней мере, не нагрешили в плане всевозможных интимных отношений, и энергии джаганатхи могут проникнуть туда. Да, обычно, обычно на самом деле джаганатха или такие вот, такие вот, такого высокого уровня божества, они не проявляются в таких не совсем благостных местах, да, то есть, свадистана у большинства людей это помойка, это грязное место, и там божества редко проявляются. Ну, только, наверное, у духовных существ. Всех остальных эти чакры бывают не востребованы, даже на верхних центрах они не очень-то стремятся проявляться, ну, потому что мы в Кали-югу практически мы все такие. Вот, как-то так вот. Хороший символ, интереснейшее такое переживание, что самое интересное, видите, подписчица вчера только посмотрела ролик про джаганатху, видимо, вот, прониклась пропиталась этим благословением джаганатхи, а я всегда стараюсь делиться настоящими подлинными знаниями, и эти знания сразу же проявляются у всех нас, проявляются в нашей жизни, в нашей практике, вот, это является также указанием наличия духовной силы, наличия духовной силы, духовных благословений непосредственно джаганатхи. Ну, а вайраге, чтобы не говорили, что там эго опять вайраге зашкаливает, нет, я всего лишь за что купил, за то и продаю, да, это всего лишь знаниями, знания, которыми я могу делиться, своего рода проводник, хотя, конечно, не проводник, далеко не проводник, вот, ну, все, всем спасибо, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите свои вопросы в комментариях, будем разбирать, отвечать, все, всем спасибо, внимаю, пока-пока, джаганатхи. Субтитры создавал DimaTorzok